Санкт-Петербург Всего в адрес Оргкомитета поступило 68 конкурсных работ со всех уголков Камчатского края. 13 конкурсных работ было заявлено в номинации «Отзыв на прочитанное произведение» у Великой Отечественной войны. И 55 конкурсных работ поступило по номинации «Литературное произведение. Все жанры». Очень приятно, что в этом году география нашего конкурса расширилась и в конкурсе приняло участие 10 муниципальных районов Камчатского края. Этот конкурс показал, что камчатские школьники интересуются историей своей страны и края. И каждая работа по-своему интересовала жюри, которым было трудно определить победителей. Практически у всех учеников есть вот такое желание не просто увидеть какие-то события глобальной, мировой, военной истории и показать их, но и показать, насколько эти события большой истории преломляются в истории одной семьи. И именно таких работ вот такой тематики – война в истории моей семьи, война в истории моего края, война в истории моего рода или что-то подобное. Таких работ было очень много. И они были цены не только тем, что они позволяли нам помнить об исторических событиях, но и тем, что они напоминали нам о человеке, о конкретном человеке, о личности, которые участвовали в создании победы, участвовали во всех тех военных событиях или в трудовых буднях, не фронтовых, а тыловых, которые так или иначе помогали прийти к победному в 1945 году. Я писал работу об Ордене Великой Отечественной войны второй степени, именно как об экспонате нашего музея. Как причине это ордена у вас в музее? Это орден Бабрякова Феодосия Македоновича, двух из участников войны. Я не ожидал, что займу хоть что-нибудь, а тут так сразу первое место. Я писал про своего двоюродного дедушку, который во время войны вместе со своим же отцом ходил на рыбалку, то есть добывал продовольствие для фронта и отправляли это все. Конечно же, я счастлив, потому что как-никак главный приз в город Герой Санкт-Петербург, есть возможность походить, посмотреть на все эти места, где проходили боевые действия, где творилась история. Во время поездки ребята увидят места боевой славы, посетят музеи и мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной. Программу организовывает благотворительный фонд «Молодежь Камчатка. Спорт» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и лично Валерия Раенко.